всем привет вот она я привет youtube спасибо вам большое сегодня открываю почту а там ваши письма где я пропала так приятно стало вот я короче и решила появиться девочки мальчики где я пропала цепика иди посмотри а при бутыле что вам сказать короче я даже не знаю с чего начать в общем история очень длинная рассказывала в одном из своих видео там где было видео про разводы что я работала какое-то время для одной пожилой женщины да что я там страховалась да нет удастся и там страховалась его как бы мне это нужно было там для для развода все такое вот и так получилось что потом эта женщина бабушка умерла вот у нее была подружка они очень тесно дружили естественно когда я работала этой бабушки ее подружка приходила и все эти три-четыре года были как бы тесные отношения вот и на той неделе уж мне позвонила ее сестра и сказала что это женщина плохо себя чувствует и 75 лет она для для италии 75 лет это еще общий как баба ягод капель но тем не менее она в свои 75 лет вам очень конечно сдала очень плохо выглядит нехорошо скажем так вот и мне попросила не ее сестра просто прийти проведая туда-сюда поговорить так как получается женщина которая у нее работает 24 часа в сутки до наша украинка уехала в украину короче очень я пришла мы поговорили я увидела ситуацию что я вам честно у меня наверно даже на голове осталось не только половина волос потому что когда нервничал постоянно трогаю волосы и когда мне рассказывала все что с ней произошло вот эти буквально там два года которые даже не 2 на работа что мы поздравляем там на рождество мы друг друга поздравляем такое вот это когда мне рассказала тут бы она живет у меня вообще волосы стали просто дыма конечно психики она очень взяла детей у нее нет мужа у нее нет она развилась еще когда была очень молодая есть у нее сестра которая живет не в этом городе вблизи с городом пиза очень редко приезжают и и наведывать это только тогда когда вот валентина которая у нее работает а ей говорит что типа там надо чтобы подъехали там что-то надо там или еще что-то в общем сама по себе бабушка очень богатая но дело не в этом дело в том что я увидела такую ситуацию что наверно старость не в богатстве старость не в богатстве потому что у человека уже настолько своя политика в голове собралась что переебедить ее невозможно и сейчас я к ней хожу до того как не приедет это валентина все так не скажу сколько неделю две не вторую неделю и просто нет слов работа не пыльная но тем не менее я очень устаю больше всего ты устаешь не физически а устаешь даже больше всего морально потому что допустим вчера мы варили курицу просила сварить курицу люди и это курица уже была протухшая я повторяю что у этого человека есть деньги не бабушка хорошая но тем не менее вот вот тут она уже у нее осталось и ее никак не пересправишь в общем это курица уже пахла там не знаю воняла она не пахла вот и короче я игру давайте выкинем другую новую но деньги то есть она нет нету ты ее там в уксусе отмочить там промочит у проделай а так как я у нее задерживаясь до трех часов и до двух часов дня нам предлагает присесть с тобой еще и пообедать то есть конечно я отказываюсь я никогда в жизни вообще не любила жареные помидоры я их не ела мне не нравились не знаю мне не хотелось теперь когда я эту неделю там уже работает от рук софту естественно мне я теперь ем жареные помидоры мне даже больше всего он не нравится потому что еду которая у этой женщины в холодильнике бабусечки моей есть невозможно это все не свежая и это все не выкидывается как старенький человек она это все хочет а сейчас сразу скажу что вы сейчас скажете ну а чё у нее там в холодильнике все такое то нее морозильная камера дает этого фригористер вот он в свое время один раз отключился когда не было света а потом она его подключила из на это и все все что было он желат она заморожена она все растаяло она его заморозила еще по новой потом опять отключился в общем итоге ничего на это выкидывать не хочет потому что там большая камера это морозильная теперь приходится от отцу рыбы и все это точно готовит даже если я говорю и есть и встречу типа так вот это кота но я не говорю я один рассказала я поняла что там как бы говорить вообще никому нечего и я перестала на эту тему не в общем знают ее родственники и ситуацию есть у нее внуки из внуков никто к ней не ездит приезжал только на ту неделю у нее была своя машина и эта машина она естественно не водила потому что она сделала себе какую-то операцию там эти катаракты там в глазах там что ей вырезали вот и у нее был шофер который и везде там возил куда-то там завозил то есть тем не менее да на своей машине вот теперь приехал этот внук это не и получается не и внук а внук получается ну и и сестры дадите племянники случае вот и он приехал там рассказал бабушки прочитан целую историю в общем в итоге бабушка передала переписала машину этому правнуку осталось еще без машины в общем берут ее со всех сторон все только надо и ждут когда эта бабушка уже будет на она в тот мир потому что ситуация вообще плачевная я вам говорю что я не говорю что я прямо такого человек что я никому не могу отказать и все такое но тем не менее вот она меня надо вон она совершенно надо но душа болит и сердце плачет естественно я переживаю и отказывать я людям умею могу сказать что мне мне это не подходит или я там не приду или я там не буду этим заниматься но тем не менее такие ситуации в жизни когда на нее смотришь просто понимаешь она только меня вот принимает только потому что она меня знает потому что я работала у той старая ее подруги поэтому как бы вот она меня воспринимает даже купаться она не дает ванной и не посадить только вот она со мной все это это мне как бы там слишком я в такой работе сейчас не нуждаюсь она отказать я не смогла поэтому даже карла сначала говорила она там надо ну ты там нервничаешь вот это домой приходишься вздвинчена но потом конечно он воспринимает все то что чем я занимаюсь если я за это болею и начало мне нужно ездили на той неделе девчонки с ней на море вообще он горит а вот села на это море знаете села то нам что рассказывает вот у меня вот и уши стоят вот так вот и волосы все дыбом последний стали от того что я просто не просто не понимаю ну как вот вы ее родственники в ее родные насколько там есть хотя до италии повторяющих 5 лет она еще бабушка молоденькая но она в плохом состоянии там сколько ей осталось да ну вы блин вас там много у нее там по моему 6 или 7 этих на ли 5 там от этих вот правну так внуков внуков племянников мне не племянников то племянники да это все же внуки внуки да то есть это получается дети и у детей ее сестры уже дети до внуки там несколько человек и ну хотя бы приехали поговорили что-то привезли там не знают уже дыни тут же арбуз то есть не тут этого вот нет семьи вот этого вот как этого мира вот этой связанности да я уже не первой семьи в италии такую наблюдаю что не досматривает они своих стариков вот еще хотела сейчас же пожив жвачку выкинуть ну скажи что жвачку желала вот вчера мы с ней ходили вот допустим на там на почту мы оформляли все ее которые приходят счета за свет и за газ и надо было самой ходить это все платить естественно женщины той нет и сейчас вот меня не было она не справлялась с этим надо было кого-то просить люди отказывали многие вот поэтому мы с ней сделали да что сразу когда приходит им какой-то счет за свет или за газ типа как бы сразу банк оплачивает это да то есть счет снимается вот еще я узнала то что в принципе я знала от бабушка которая умерла у которой я работал много лет назад вот я знала что они проплачивали себе вот похороны похорон они платили какой-то там взнос я не знаю как он называется но что типа вот она мне объяснила что типа вот если я умру а кто вот меня будет хоронить как бы вот у меня уже деньги будут лежать где-то отложены как бы об этом они тоже думают еще раз повторюсь что видите все-таки богатство она или они в деньгах а все-таки она в любви взаимопонимании в твоих близких твоей семье все-таки самое главное это семья и мне так эту бабушку жалко поэтому ребята мне просто времени нету и я сейчас только только оттуда сразу за детьми в школу сейчас я приду домой сейчас я не сделаю что-то поезд мне приду домой я сяду на кресло и все все у меня мысли вообще очень далеко и у меня просто силы даже не то что сил так что там в видео сделал там 10 минут да и не загрузили но вот душа все-таки она тоже должна петь вот на душа конечно петь не просится и все это очень тяжело и остаток покойный дает конечно она на сердце поэтому если у вас у кого-то бабушки и дедушки позвоните им сейчас ой потому что может быть они тоже нуждаются в том чтобы вы им позвонили и да просто спросили как у них как у них дела и вообще как это все происходит поэтому уж прощайте спасибо всем кто написал все кто помнит кто сказал что возвращайся и все такое вот я думаю сейчас еще неделька вторая валюшка приедет с украины я передам пост потому что я просто не могу сейчас человека оставить в таком положении там даже психически человеку больше нуждается чем физическом физической помощи но тем не менее он пост я сдам и приду в себя потому что я выхожу оттуда с большим осадком на лице и больше всего не за ее состояние а за стоять за то как относятся к ней родственники ими не знаю вот такие вот ситуации меня выбивает из колеи вот кто-то скажет там ой ну там ашот этом голову не бери но вот и я тоже себе говорю в голову не бери но тем не менее не получается в голову не брать и все равно она у тебя изнутри вот это вот оно в тебе сидит и но все равно даже вечером идешь спать ложиться а вот допустим даже случай да я ее позавчера позавчера не когда это было да в субботу субботу я к ней ходила утром я субботу к ней пришла и в субботу я ее нашла там у нее получатся такой коридорчик с этими коридорчика из коридора выходит в комнату да как гардеробная то есть там только одни вещи висят и стоит стул да стоит обыкновенный стул для того чтобы там когда человек там одевается или еще что то чтобы у него там ну ему удобно было присесть и вот я ее нахожу на карачках вот она под этот стул залезла то есть как бы она ночь наверно встала в туалет или чё она там очень потерялась вот она села под этот я же волосики волосики все время что правда она села под этот стул залезла на карачках и сидит она не могла вылезти то есть она не понимала где она то есть она думала что вообще ее уже забили в гроб как она мне сказала потом и она говорит я батареи по батареям говорит соседям стучала дать но никто как бы не пришел ко мне хотел соседки сверху был ключ и она вообще думала что она уже лежит в гробу как она мне говорит что и и как бы вот заживо, да, заколотили досками. Но она не больна. Я знаю точно, что она ходила к психиатру с этой Валюшей. Она не больной человек, но просто так вот ей, наверное, мерещится, там, или кажется ей. То есть, как бы одной ночью ей находиться нельзя. Ночью, естественно, я тоже у нее находиться не могу. Никого больше другого она не хочет, поэтому вот с утра до вечера, сколько я могу с ней, я посижу, и потом, естественно, на телефоне, там, до 9 вечера. И все такое. В общем, ребят, не знаю. Все, берегите себя и своих близких, как говорит мой любимый Малахов, позвоните своим бабушкам, у кого они еще живы, берегите их. И я вам говорю, просто вообще меня вот здесь вот, кому в горле стоит, так что позвоните обязательно своим родственникам, мамочкам. Потому что я после того, что я сейчас я вижу при живых-то родственниках, да, при таком-то количестве, как они вот это вот, только ждут и надеются, а уже считают, и делят, там, по-моему, даже квартиру уже поделили вот за этот месяц. То есть это, конечно, смотреть на это, просто невыносимо. В дом престарелых, если она не хочет, она говорит, я еще в себе, чтобы у меня все в дом престарелых, типа, хотите пихнуть, да, там, у меня своя квартира, как бы я нормально себя чувствую. Но, тем не менее, не в миллионах счастья. Все. Всем пока. Пока пошла я детей своих кормить.